Добрый день дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройка и шитье. И сегодня опять же по вашим многочисленным письмам и просьбам я показываю вам моделирование моего платья. Вы неоднократно его встречали на фотографиях, видели. Кто-то из хейтеров даже договорился до того, что шью я себе одежду не сама. Ну пусть это будет на их совести. А я хочу вам показать вот такую вот картинку. Вот такая картинка. Так видно ли вам? Видно. Вот так вот я думаю очень хорошо видно и всем знакомо достаточно. Вот такое розово-сиреневое платьице, у которого выточки нагрудные переведены вот в эту горизонтальную полосочку. Реглан рукав. Ну не обычный реглан, а так сказать фантазийный реглан. Я сейчас покажу как это все делается. И расширенный к низу рукавчик. Отрезная талия у него. Вот напомнила просто вам это платьице. Давайте разберем. Это художественный эскиз. А я его перерисовала и преобразовала в технический эскиз. Посмотрим, что же это такое. Еще разочек на примере. И очень обстоятельно, и очень наглядно. Итак, смотрите. Контуры изделия узнаваемы. Форма узнаваемая. Платье отрезное по линии талии. Передняя половинка платья, задняя половинка платья. Отрезная талия. Вверху рукавчик, как бы спущенное плечо. Но это на самом деле сделано на основе рукава реглана. Вот здесь есть под плечики. Вырез лодочка. Он еще декорирован вот такой вот щелью, которая заканчивается швом. И от центра до центра груди, горизонтальная вот такая вот шовчик, сюда спрятались, переведены все выточки. И нагрудная выточка, и талиевая выточка. Они все закрылись вот сюда. Рукавчик, после того, как мы его построили реглан, мы его смоделировали при помощи лучевой раздвижки, сделали его широким вот в этой части. Здесь у нас манжетик. Отрезная талия. Платьица это все выполнено на подкладке. Чтобы не расходилась вот эта история, я пришила сюда вот такую перепоночку. Точечками показала, что это отделочные строчки на фотографии хорошо видно. На самом деле они не так яркие. Они делаются ниточками в тон платье, только для того, чтобы савиксировать вот эти контуры, а не для того, чтобы привлечь к ним какое-то внимание. Просто для удобства работы потом с этим, ну, носки вот этого изделия. Что еще здесь интересно? Юбочка. Немножко раскрешенная книзу. Выточки заменены вот такой вот легкой сборочкой. Никаких талиевых выточек не осталось. Я очень люблю кармашки. Так как эти кармашки сюда никак не вязались, то я сделала вот такие аккуратные щели, к сожалению, здесь на фотографии их не видно. Их обработала, закрыла все это изнутри мешковинкой. И у меня получились вот такие два кармашка, которые в глаза абсолютно не бросаются, которые мне создают возможность сделать такой независимый вид. Что касается спинки. Ну, конечно, та же отрезная линия талии, тот же рукавчик реглан. Он здесь повторяется, да? И все такое. Посмотрите, какой интересный вырез. Средний шов спинки, естественно, для того, чтобы вшить в него молнию, потому что прибавки здесь единичка. Или могут быть даже нулевые. У меня ткань жаккард, она никуда не тянется. При бабочке по талии были единичка. При бабочке по груди были ног где-то сантиметра три, не больше. Потому что широким это изделие быть не должно. И вот такой вот интересный, посмотрите, я оформила такую лодочку. То есть в поддержку вот этому узлу, как бы вот этому элементу, я сделала вот такую вот фигурную горловинку, маленький мысик, и только потом начинается у меня молния, да? Вот, та же самая юбочка. Также выточки переведены в вот такие вот легкие сборочки, чтобы лишнего объема не было. Прибавка. Давайте запишем, кому-то интересно будет прибавки, которые нужно будет взять. Давайте. Прибавка по груди. У меня здесь три-четыре сантиметра, очень небольшая. Прибавка по талии. У меня здесь один сантиметр. И прибавка по бедрам тоже небольшая. Два, я бы сказала, три сантиметра, не больше. И прибавочка к обхвату плеча у меня была сантиметра четыре. То есть у меня был такой очень аккуратный тоже рукавчик, ничего лишнего здесь не было. И вы берете себе свои мерки, готовите техническое задание, рисуете картинку переда, картинку спинки, выписываете свои мерки, выбираете прибавки и начинаете строить вот такую вот всем известную базовую конструкцию. Простите, пожалуйста. Простите. Вот такая у нас базовая конструкция, которая построена на основе выбранных нами мерок, определенных нами мерок и, конечно, вот этих вот прибавочек, которые мы здесь уже с вами озвучили. Еще в базовой конструкции у нас всегда есть вот такой вот рукавчик. Я не стала его сейчас строить, показывать вам. Это обычное построение вот так вот, если вам более видно его, да, то есть самый обычный наш рукавчик. Что мы с ним сделаем? Видите, что рукавчик у нас три четверти. Или, ну, вот мне удобно сейчас вырезать его вот так вот до локтя. Я его отрезаю по локоть, чтобы у меня исчезла вот эта выточка, потому что, когда рукавчики расширяются к низу, мне не нужно совершенно вот какого-то, вот эта вот локтевая выточка у меня там, естественно, пропадает. То есть у меня есть вот такой вот рукав. Будем считать, что он той длины, которая нам нужна. У меня, на самом деле, рукавчик очень такой до локоточка как раз и доходит. И вот это то, что у нас есть. Это наши исходные данные. И сейчас непосредственно начинается моделирование, потому что вы знаете, что на первом этапе мы снимаем мерочки и снимаем, изучаем свое тело. Заканчивается это все техническим заданием, на котором есть мерки, прибавки и наш рисунок. Да, на втором этапе мы строим с вами базовую конструкцию. Вот она построена с учетом выбранных мерок и прибавок. И на третьем этапе начинается наше моделирование, к чему я сейчас и приступаю. Итак, отложим пока рукавчик в сторону. Это моделирование, оно как бы проходит через еще один промежуточный этап, который называется построение рукава реглан. Выполнено оно на рукавчике реглан. Я, конечно, давала построение рукава реглан очень дотошно и подробно вам, но, тем не менее, сегодня я постараюсь это все быстро повторить. Я не буду на этом очень много времени заострять. Кому нужно, зайдите в плейлисте «Уроки моей жизни» и посмотрите это все там. А пока я показываю и поясняю, что я делаю. Мне мешается нагрудная выточка. Я, соответственно, переношу ее куда-то в другое место. В данном случае сам Бог велел перенести ее сразу в центр груди, потому что именно сюда у нас в конце концов она спрячется. После того, как я это сделала, сделала разрез, я закрываю вот эту нашу основную выточку. Подготовлена полочка. Теперь мне нужно поработать с этой спинкой. Так, так, так. Обычно я ее переношу сначала сюда, эту закрываю, потому что реглан у меня идет вот таким вот образом. Вот таким образом. Ну что ж, давайте пойдем по шаблону, по стандарту. Не будем ничего тут на бегу перестраивать и переделывать, чтобы тем, кто посмотрит построение рукава реглан, общая схема, подготовка была ясна и понятна. Посмотрите, я сделала разрез тоже со стороны спинки и временно перенесла свою выточку вот сюда, чтобы область рукавчика у меня была недоступна. И чтобы я могла с этим работать, я заклеиваю это с изнаночки. Вот выточка открылась. Но это еще не вся подготовка. Дело в том, что нам нужно для рукава реглан немножечко подвинуть плечевой шов вперед. Мы выполняем перевод плечевого шва со спинки на полочку. Что мы для этого делаем? Что мы для этого делаем? Каждую точку, я сейчас подложу сюда, вот такую вот, вот такую вот бумажечку. Я ее, пожалуйста, постараюсь приклеить. Хорошо, думаю, у меня это получится. Прошу прощения. Так. Напачкали эту историю. И вот это все приклеили. Скажем вот сюда. Скажем вот сюда приклеили. То есть я нарастила плечо. Почему? Потому что на самом деле, для того, чтобы работать, вот оно у нас какое было, чтобы вам было видно на спинке, да? Выточка закрыта. Я всегда, когда работаю с такими рукавчиками, которые в окате рукава становятся кругленькими, мягкими, вот такими вот, да, пропадает вот этот шовчик у нас. Я всегда делаю некоторый подъем в точке P1 и P2. То есть один полтора сантиметра, как бы прибавочка идет на свободу облегания вот в этой точке, чтобы плечики были очень красивые, слегка приподнятые. Они выглядели плоскими и приплюснутыми в этой точке. Поэтому я и поднимаю точку P2 на один сантиметр вверх. После этого я ее соединяю с горловинкой. Вот маленький треугольничек, который у меня нарисовался. Это и есть та прибавочка на свободу облегания, которую я добавляю сюда. На полочке я делаю то же самое. Вот так поднимаю сантиметр и оформляю вот эту вот историю. И добавляю наши полтора сантиметра уже к рукавчику на полочке. А потом что я делаю? Потом я перевожу плечевой срез со спинки на полочку. То есть я поднимаю спинку на один сантиметр. Для того, чтобы перевод плечевого шва выполнить. Вот так вот подняла параллельно. Параллельно абсолютно на один сантиметр. А полочку я опускаю на этот сантиметр. И у меня точка приподнятая опускается в прежнюю. И параллельно новенькой линии я рисую еще одну. Вот так у меня перерабатывается моя передняя половинка. Получается, что с передней половинки я должна вот этот сантиметр срезать. А заднюю половинку я нарастила. Я рисую ее вот таким вот образом. Вот посмотрите, что у нас в результате получилось. Вот такая картинка у нас получилась. Так я подготовила как бы свой срез. Теперь, что мне нужно сделать? Я выполнила в определенном смысле моделирование. Проверяю, хорошо ли, корректно я это сделала. Проверяю ширину плечика. Передняя половинка 13. Задняя половинка... О, тоже 13 получилось. И это мне очень нравится. Хотя задней половинки мог быть один сантиметр на посадку. В данном случае у нас этого не произошло. Я тут что-то побольше немножко срезала, чем мне хотелось. Но в мелких детальках очень трудно это все контролировать. Но вы должны понимать, что здесь один сантиметр на посадку, по идее, должен оставаться. Итак, мы подготовили с вами нашу полочку и спинку. Сейчас мы работаем с рукавчиком. Так как средняя линия рукавчика у нас делила рукавчик пополам, то, переведя плечевой срез на один сантиметр вперед, а передний вниз, мы должны точно так же передвинуть на один сантиметр и среднюю линию нашего рукавчика. Я рисую вторую линию нашего рукавчика, которая на один сантиметр переносится влево. Таким образом, передняя половинка становится уже, а задняя половинка становится уже, наоборот, шире. Этот сантиметр делает разницу в 2 сантиметра между передней и задней половинкой по ширине. И отрезаю переднюю половиночку. Отрезала. Работаю только с ней. Заднюю пока откладываю в сторону. Смотрите дальше. Вот этот рукавчик, к сожалению, у меня не совсем подходит к этой выкройке, но как бы там ни было. Я кладу переднюю часть рукавчика, окат рукава, на полочку таким образом, чтобы под мышечкой, вот в этой точке, в нижней точке оката проймы и оката рукава, они совпадали. И выбираю общую точку в районе точки 1. Точка 1 примерно у меня где-то вот здесь. Помните? Вот такая вот у меня была точка. Я ее выбрала и перечеркиваю, обозначаю эту общую точку. И посмотрите, нижняя часть оката рукава чуть-чуть выглядывает, ни чуть-чуть не совпадает с нашей проймой. Поэтому я подгоняю, обрисовываю контуры этой проймы и подрезаю вот этот вот маленький краешек, чтобы у нас оформление этой линии было совершенно и идеально одинаковым. Вот я подкорректировала. И теперь они у меня совершенно одинаково совпадают. Я отмечаю общую точку еще и на нашей полочке. И на нашей полочке здесь резовать не будем. Мы потом сюда приклеим результат. И так я подогнала нижнюю часть оката рукава к нижней части проймы и идеально. У меня появилась общая точка. Я переворачиваю свой рукавчик на нижнюю сторону. Вижу здесь вот эту общую точку и я соединяю уже общие точки. Видите, я их соединила. Соединила, ставлю, зажимаю эту картинку карандашиком и выбираю положение рукавчика относительно своего основного изделия. Если мой рукавчик будет выглядеть вот так, видите, строго идет направление рукава вниз, у меня не будет ни одного заломчика, но руку поднять мне будет неудобно. Поэтому я выбираю не такой уголочек, а я еще немножко подворачиваю свой рукав и выбираю нечто среднее. Вот, например, вот так мне нравится положить свой рукавчик. Видите, как хорошо я его положила. Я как бы наклон рукавчика, вот у меня наклон рукавчика, он уже немножечко не по стойке смирно, а чуть-чуть как бы отходит от оси нашего изделия и выглядит это примерно вот так. Когда мне эта картинка понравилась, я начинаю все обводить. Ну вот, дорогие мои, а сейчас я немножечко должна чуть-чуть вернуться назад, потому что мне нужно приклеить вот это наше изделие все-таки сюда. Иначе оно у меня не поднимается. Ну пусть оно у нас вот так выглядит. С этой стороны и с этой стороны. Кстати говоря, ну ладно, надо было отрезать. Давайте так и сделаем. Мы же работаем с вами с отрезной талией, поэтому низко я не буду приклеивать, я приклею только, работаю только сверху. Отрежем сразу. Улеглась, тороплюсь, не хочу задерживать вас сильно. Отложим пока юбочку в сторонку, работаем только сверху. Итак, мы приклеили вот эту часть сюда и совместили еще разочек, еще разочек совместили, карандашиком вот так вот прижали и выбрали вот такое вот некоторое направление рукава. После того, как выбрали, это все, рукавчик именно вот так, как он есть, мы его и обводим. Мы его вот так обводим. Обвели. Мы скопировали полностью половинку переднего рукавчика. Что еще нужно сделать? Теперь мы его убираем, пока мы его хорошо видим. И мы видим, что на нашем изделии вырез лодочка. Поэтому я делю плечо пополам. Вот она у меня, эта точка. И оформляю вырез лодочку. Если лодочка, то буква В, горловинка не углубляется. Ну, допустим, вот каким-то таким образом я нарисую свой вырез. Опять нахожу эту точку на спинке, положила вот сюда, да? И рисую вырез уже на спинке. У нас он такой, какой-то там интересный вырез, да? Поэтому я сделаю его фасонным, как мне хочется. А мне хочется примерно как-то вот так. И потом идти вот сюда. Вот такой мне хочется вырез на спинке сразу сделать. Ну и отрезаем. Отрезаем наш вырез на полочке. Так. И отрезаем наш вырез на спинке. На спинке он еще идет вот таким вот крошечным мысиком. Раз. Я его и оформляю. И вот так вот. Раз, 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 раз. И ушли сюда. Вот оформили мы два выреза. Так. Что еще здесь нужно? Еще здесь у меня есть вот такой вот мысик вырезанный, который вот в этом шве получается, да? Ну, давайте разделим напополам, например, вот эту вот историю. На самом деле этот мысик определяется на примерке. И можно было сейчас его не вырезать. Ну, а можно и вот так вот вырезать. Можно вот так изобразить, да? И потихонечку его тоже отсюда удалить. Чтобы быть уж до конца, до конца, как говорится, корректными. Сильно этими вырезочками сразу не увлекайтесь. Все это дорабатывается на примерке. Так, что еще? Ах, вот еще что мы забыли. Мы еще забыли вот эту выточку перенести под грудь. Потому что этой выточки талиевой у меня ведь тоже нет. Значит, мне после того, как я отрезала линию талии, раствор этой выточки вот такой, два сантиметрика, да? Я их рисую под грудью для того, чтобы выполнить закрывание, так сказать, вот этой вот самой выточки. Смотрите, как мы это сделаем. Разрезаем одну сторону и закрываем вторую сторону. Ну и вот это все, по крайней мере, теперь уже точно можно приклеить сюда. Потому что это все меняться не будет. Так, и вот так. Ну и вот так вот делаем. Приклеили. Так, корректно разобрались. Посмотрите, вот эта выточка стала побольше. Сколько у нас? Минуточек опять 20. Вот эта выточка стала побольше, потому что она объединяет в себя уже две другие выточки. И талиевые, и нагрудную одновременно. Приклеили. Все. На спинке выточка остается на своем месте. Разве что я ее немножечко подкорректирую. Почему? Потому что если есть средний шов, я всегда убираю средний шов полтора сантиметра. Вот здесь у меня всегда полтора сантиметра. Значит, выточка на полтора сантиметра уменьшается. И мало того, что она уменьшается, она у меня сдвигается ближе к боковому шву. Чтобы моя спинка была цельная, красивая и изящная. Ну и ваша тоже. Я не буду со этой выточкой работать, много ей внимания уделять. Сейчас уже вот этой выточки у нас не стало. Она ушла частично в средний шов, и частично она ушла вот сюда. Так, мои дорогие, мы подготовили нашу полочку и нашу спинку к дальнейшей работе с рукавом реглам. Простите, пожалуйста, но наше время опять подошло к концу. Разрешите прерваться, и продолжение будет следовать. В следующий раз мы начнем с этого места. Всего вам доброго! Всегда ваша Галина Коломейко.